всем привет ребята вот сегодня у нас передом передо мной не у нас это все мои проблемы у меня стоит задача приготовить цветную капусту и крылышки на обед вот я решила замариновать их нашла вот всякие приправки что у меня были которые более менее подходят курице короче сейчас насыплю сюда всего переколошмачу его и пускай помаринуется хотя бы часик вот и потом в духовочку его и просто и быстро и я думаю что будет вкусно и капусточку капусточку хочу сделать под соусом бешамель в духовке я очень люблю она получается такая нежная с таким сливочным вкусом бесподобная капусту мы пока отложим займемся сначала крылышками значит так что мы сыпем приправка для курочки пойдет у нас сюда вот так чуть-чуть как смели сунели ну тоже можно немножко чуть-чуть всего по чуть-чуть карри обязательно для курочки да ой как пахнет вообще вот так чуть-чуть карри не будем борщить перцы смесь перцев у нас тоже сюда по чуть-чуть травки есть у меня розмарин по чуть-чуть разотрем его немножко и орегано пойдет я думаю будет вкусненько вот так вот так отложим пахнет уже пахнет так посадить надо обязательно вот так немножко чуть-чуть много не будем так дальше соевый соус у меня есть вот добавим соевого соуса он соленый потом хочу добавить меда чтобы был такой сладковатый привкус немножко вот так пару ложечек так и у меня от салата остался майонез майонез у меня домашний майонез я делаю сама уже давно причем не покупаю майонез легко и просто видите такой желтенький на домашних яйцах вообще красота два яйца чайная ложка соли чайная ложка сахара чайная ложка горчицы и столовая ложка лимонного сока если нет лимона но крайним случаем можно уксуса вот и все и в это все блендером и доливаю по чуть-чуть струйкой тоненькой масло растительная ой вообще быстро две минуты и майонез готов да еще какой майонез вы можете по своему вкусу посолить можете подкислить по своему вкусу можете вообще сделать на оливковом масле когда будет настоящий майонез оливковый совсем не тот который продают в магазине это только для покупателей такой ход оливковый да какой он не пахнет даже оливками так ну что и придется нам это все переколопуцать не хочу руки пачкать надену перчатки и вперед колопуцаем вот это вот все вот так вот хорошенечко запах пахнет тарик пахнет травки приправки бомба они крылья им такое и не снилось смысле крыльям что их так вкусно съедят потом я их опять переколошмачу вот так вот пускай немножко постоят там сок отставляем видите как быстро раз раз и все готово и так капуста ну капусту вы знаете ее надо проварить вот это все ободрать вот я не буду задерживать ваше внимание сейчас я ее разберу на соцветия вот эти такие вот это будет большое надо будет разрезать его так даже можно еще на один раз и вот так вот все мы разберем на такие вот и проварим буквально пару минут чтобы не переварить потому что получится не очень вкусно вот капуста наша проварилась остывает вот приступим к соусу бешамелью французский соус все знают наверное что там про него говорить значит что нам понадобится сливки у меня домашние такие сливки ой класс вообще спасибо коровки коровки у нас нет если кто не знает мы молочко покупаем трехлитровая баночка 180 рублей стоит у нас вот и вот трехлитровой баночки пол-литра сливок я снимаю потом она мне или сливки или с кофе попить или просто сливки так вот куда или же на сметанку поставлю ус устоится вот так вот устоится прокиснет и получается сметанка очень вкусная спасибо коровки коровка молодец так значит сливки мука сливочное масло соль и приправки это вот щепотка приправок немного не переборщить смесь перцев и мускатный орех рецептов в интернете очень много если кому надо все досконально найдете в интернете я не буду вас загружать сейчас мы приготовим соус бешамель то есть я приготовлю быстренько раз раз и все и все будет готово и так соус бешамель готов капустка подостыла сырико я немножко натерла готовим дальше нам потребуется посуда так такой протвишок у меня есть что выкладываем нашу капустку но протвишок все делаю руками не понимаю вот таких воплей по поводу перчаток раньше не заморачивался никто да и дома я уверена сто процентов что никто не готовит это разве что какой-то я не знаю кто готовит в перчатках как я думаю что все готовят дома без без перчаток я понимаю так что где-то в общественном питании а дома какие перчатки о чем вы говорите так что нервных прошу удалиться и дальше мы заливаем нашу капустку вот этим соусом хорошо хорошо проливаем вот такой такой консистенции получился наш соус мой соус ваш будет потом когда будете вы готовить так хорошо хорошо проливаем чтоб до самого дна какая же это будет вкуснятина ой вот я говорю ребята если вот я готовила невкусно у меня бы столько веса не было ну и скажу что прям уж так много но все равно я была бы худая а так сядешь кушать а все такое вкусное всего хочется съесть топчешь 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 а потом думаешь зачем я это столько съела безобразие все получилось вот все в норме как раз глаз алмаз так немножко его протрясем пошу булька начала что хорошо прописталась этим соусом и немножко потрусим сырочка сверху вот так вот слегка какая же будет вкуснятинка мама дорогая и ставим в духовочку сейчас его буквально ненадолго чтобы она вот прогрелась и подрумянилась не знаю может минут 15 скажу вам потом сколько стояла вперед в духовку вот ребята я постелила пекарскую бумагу противень чтобы его не вымазывать надеваем перчатушки так вот наши крылышки они промариновались и что ну конечно же выкладываем так вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот и польем их оставшимся соусом и отправляем это в духовку следом за капустой. Вот наша капустка замечательная, румяненькая такая. Ой, вот и наши крылышки. Ммм, запах невероятный. Ням-ням. Ну что, ребята, задача выполнена. Вот такая вот замечательная капусточка получилась. Ай, это же прелесть. И крылышки. Крылышки вообще. Ммм, ну что, будем мы обедать. У нас сегодня на обед еще кислые щи. И варится вон там еще картошечка, будет пюре. И вот так вот вкусненько пообедаем. На этом все. Подписывайтесь, кому интересно. Ставьте лайки. Можно даже дизлайки, кому что-то не понравилось. Они, я всегда говорю, стимулируют. Вот. Это на этом все. Пока. Пока.